Так, товарищи, у нас очередное, уже забыл, какое по счёту, заседание Кружка по изучению капитана Маркса. И сегодняшняя тема у нас – это революция, революционизирование крупной промышленности, мануфактуры, ремесра и работы на дому. Действительно, ведь с времён Маркса фабричное производство ушло далеко вперёд. И сейчас у нас фабрики, и как-то многие считают, что вообще в капитализме всё изменилось, и никакие подходы того времени невозможны. Но, тем не менее, конечно же, очень многое изменилось, но и работа на дому, и в каком-то смысле мануфактура, они остались даже и сейчас в том или ином виде. И, тем не менее, конечно же, это не та совсем работа на дому, не та мануфактура, что была в дофабричный период. А это нечто совершенное, не совершенное, а нечто иное, на что сильнейшее влияние оказала фабрика, крупное машинное производство. Ну и вот, что там происходило? Так, а погодите, мы с отталкиванием и притереванием рабочих. А мы, конечно, в прошлый раз прошли. А мне казалось, мы же в прошлый раз прошли. Заново. Не, не надо, не надо, пускай все видят, какой Герасимов этот полк. А я что-то был уверен, что мы в прошлый раз прошли. Это вы вперёд забежали, нет. Так, отталкивание и притеревание рабочих. Ну так, поехали, Вы добавились. Не ошибается, да. Тут ничего не делать. Всё-таки вспомним. А что мы вспомним? Те, у кого память есть, те вспомнят. Параграф номер седьмой по счету. Главы тринадцатой. Главы тринадцатой. Ну, наверное, надо вкратце вспомнить и пробежать эту главу тринадцатую, которую называют фабрика. Вот понятие или определение фабрики. Вспомним. Сам в начале марта этих два он берет вот. Да, один идет от… одно, так сказать, имеет универсальный всеобщий характер, а второй характерный именно для капиталистической фабрики. Совершенно верно. То есть, общий характер, что фабрика – это объект, система машин. Рабочая – это субъект, который как управляет, руководит, ну, не руководит, а управляет фабрикой. А капиталистический характер наоборот. Система машин – фабрика порабощает рабочего. Первичную машину. Получается, что субъектом является фабрика машина, а рабочий является придатком. И он становится придатком машины, да. Или частичным рабочим. Овесчисляется рабочий. Да. И дальше следующий параграф Марс раскрывает участие машин, средств производства фабричных, в производстве увеличения прибавочной стоимости. Ну, что, если идти дальше, то тут Макс дает определение машины, да, что есть машина. Да, да. Здесь, я думаю, надо вкратце пройти. Такое, да. Так что вот… И потом он переходит к тому, каким образом развитие фабричного производства, фабричного промышленности, еще вот этого технического базиса. То есть, научно-технический прогресс же постоянно идет. Постоянно. Особенно в период промышленной революции. Как он влияет на, так сказать, половине рабочих? Да, очень такая диалектичная игрова, в том смысле, что наглядно показано, параграф, да, что красальный рост производительности труда, который вроде как должен бы привести к изобилию и всеобщему благоденствию, он самым негативным образом сказывается на рабочих. Даже на тех рабочих, которые при фабрике, не говоря уже о тех ручных ткачах и прочих ручных рабочих, которые просто вымирали. Иван, вот сейчас не надо отнимать хлеб. Ну… Да, да. Итак, мы подошли к отталкиванию и притяжению рабочих в связи с развитием машинного производства. Марс здесь еще описал в этом разделе, в седьмом разделе кризисы хлопчатовой можно и промышленности. Диалектическое отталкивание, а потом и притяжение рабочих в связи с развитием машинного производства обуславливается тем, что сначала машинное производство поглощает ремесло и мануфактуры, и на этом этапе машинное производство выбрасывает на улицу много избыточных рабочих. Причем здесь следует отметить, что гнев рабочих, которые оказались на улице, распространяясь не на капиталиста, а на машины. Известные движения лудитов и капиталисты даже поощряли, что машина во всем виновата, а не капиталист, который установил эту машину для увеличения прибыли. Эта прибыль начинает гнать капиталиста вперед, и он старается расширить, ну и фактически расширяет фабричное производство. Для этого ему, естественно, нужно больше машин. Повышенный спрос на машины понуждает их производить уже опять-таки с помощью машин. Параллельно машины подчиняют себя и добычу сырья, и полезных ископаемых, и транспорт. Это растущее фабричное производство вынуждает капиталистов теперь не увольнять рабочих, а наоборот нанимать. Причем нанимает он уже большее количество, чем выгонял на стадии становления фабрики. В этом Марс хорошо показывает директическую разницу, связанную с ростом машинного производства. И такое количество переходит в новое качество. Заполнив внутренний рынок, дешевый машинный продукт начинает завоевывать иностранные рынки. В тех странах, куда попал машинный продукт, разрушается ремесленное и мануфактурное производство, которые не выдерживают конкуренции. Эти страны превращаются лишь в поставщиков сырого материала, и рабочая сила дешевеет, и начинает развиваться миграция. Такая колоссальная скачкообразная расширяемость фабричного производства и его зависимость от мирового рынка необходимо порождает лихорадочное производство и следующее за ним перевыполнение рынков, как пишет Марс. Это так называемые кризисы перепроизводства. «Жизнь промышленности превращается в последовательный период оживления, процветания, перепроизводства, кризиса и застоя». Кризисы перепроизводства Марс подробно описал вообще-то в маршной промышленности Англии. Но я все не буду зачитывать, чем он раздел и заканчивая такими периодами. Он описывает, в первые 45 лет английской хлопчатной бумажной промышленности с 1970 по 1815 год было только 5 лет кризиса и застоя. Но в этот период он указывает, что был период мировой монополии англичан. Второй 48-летний период с 1815 по 1863 год насчитывает только 20 лет оживления и процветания и уже 28 лет внетенного положения и застоя. здесь он уточняет, что с 1815 года по 1830 год начинается конкуренция уже с континентальной Европой и Соединенными Штатами. И с 1846 года по 1863 год на 8 лет среднего оживления и процветания приходится 9 лет угнетенного состояния и застоя. этот кризис перепроизводства в этот период является одной из причин гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. Вот. На этом этим историческим описанием Марс заканчивает этот раздел. А я же хочу еще сказать, что Владимир Ильич в своей работе «Империализм как высшая стадия капитализма» дальше показал дальнейшее развитие фабричного производства и последующие депрессии, которые, как мы уже знаем, спровоцировали две мировых войны. Вот. И сегодня мы являемся очевидцами самого большого за всю историю кризиса, который уже охватил весь мир. Ну вот, Александр Евгеньевич, вот здесь из вашего выступления вообще-то как-то вот прослеживается вот главное это. А что вот делать-то вот? Вернее, не что делать, а что нас ждет? Ведь, смотрите, во времена Маркса многие говорили, что вот, и это вроде было обосновано, что число рабочих уменьшается в результате кароссального роста производительных сил. Рабочие выгоняются с фабрик. Вот. И некто Ганиль окончательным результатом машинного производства признает абсолютное уменьшение числа рабов труда, как он пишет, насчет которых кормится все возрастающее число приличных людей. Развивающих свою, как он пишет, способную к усовершенствованию способность к усовершенствованию. Вот. И, ну, Маркс пишет про кретинизм от точки зрения этого персонажа, который можно выразить только у собственного словами. Красы, осужденные на производство и потребление, уменьшаются, а красы, управляющие трудом, дающие помощь, утешение, просвещение всему народу, увеличиваются и присваивают все врага, вытекающие из уменьшения сдержек труда, изобилия продуктов и удешевления предметов потребления. В этом направлении рот человеческий поднимается до высших творений гения, проникает в таинственные глубины религии, создает спасительные принципы морали, которые заключаются в том, чтобы присваивать себе все врага. «Законы для защиты свободы». И Марк спрашивает, что «Свобода для красов, осужденных на производство» и «Врасте, послушании, справедливости, долгу и гуманности». То есть, вот, все-таки, вот, абсолютно это, что было с числом рабочих-то? Ну, как я уже объяснил, что изначально фабричное производство уменьшает за счет своей производительности на этапе своего становления. Но далее с ростом фабричного производства капиталист нанимает еще большее количество рабочих, чем он выбросил на улицу из мануфактуры и ремесленных мастерских. Вот ту ссылку, которую вы сейчас прочитали, последователи этой идеи сейчас много, которые говорят, что рабочих сейчас и нет, и рабочего класса нет. Ну, это ограничено, если бы еще с тех пор, со времен Марса, насколько постановитесь труда еще выросла? И я говорю, откуда же взяться ты сейчас рабочих? Ведь тогда их уже почти не было. Говорят, что вот, смотрите, уже роботы даже на конвейер встают уже там, и рабочих нет, но они настолько слепы, что они не понимают, что роботы были произведены этими же рабочими, роботы были произведены из металла, которые сделали рабочие, руду, которую добыли рабочие, рабочие, которые это все осуществили транспортные услуги, рабочие, которые добыли электроэнергию. То есть, ну, это время Марса, это только было становление. Марс описывал это все на далекую перспективу, и сейчас, так как нельзя лучше, все работает. То есть... Да, вот, товарищ, я вот прошу прощения, что я здесь выступаю в качестве чтеца-декроматора, да, но постараюсь с выражением. Вот Марс пишет, что число фабричных рабочих может, в конце концов, оказаться больше числа вытесненных мануфактурных рабочих или ремесленников. И дальше он вот считает. Предположим, что еженедельно затрачиваемый капитал, например, 500 фунтов стерлингов, при старом спорте производства был на две пятую на постоянной основе и на три пятых из переменной составной части. То есть на две пятых было оборудование на 200 фунтов, как он здесь приводит пример, а на 300 фунтов он нанимал рабочих на неделю. Вот. По одному фунту, скажем, и по одному фунту стерлингов на рабочему, то есть 300 рабочих он нанимал. С возникновением машинного производства строение всего капитала изменяется. Теперь он распадается, например, на четыре пятых постоянных, одну пятую и переменного капитала. То есть все понятно, купили ваших роботов, они денег стоят. И теперь, значит, на четыре пятых это вот на роботов ушло, и только одна пятая осталась на рабочих. То есть на рабочую силу расходуется всего лишь 100 фунтов стерлингов. Следовательно, две трети прежде занятых рабочих увольняются. Логично, да? Ну, 100 рабочих остается. Я вас перебью. Тут одна важная деталь, что раньше-то конвейер Форда во времена Марса, или примерно в эти исторические времена, выпускал там одну машину за несколько часов, а сейчас с конвейера, ну, я могу там по цифрам, а сейчас с конвейера уходит автомобиль каждые 20 секунд. То есть фабрика у нас, сколько капиталист в крупный капитал, ой, прошу прощения, в постоянный капитал не вложит, он никак не дает рост капитала. Он просто окажется весь в продукте равными частями. Капиталист начинает подниматься только, когда соединяет постоянный капитал с переменным, то есть с рабочей силой. А фабричное производство, интенсивность вот этого соединения постоянного капитала с переменным во много раз увеличивает, чем это было при мануфактуре или при ремесленном производстве. Да, совершенно вы правы. Капитал поднимается. И вот пускай теперь у него, так сказать, и при прочих равных производственных условиях он увеличивается с 500, как раньше, до 1500 фунтов стерлинга. И по-прежнему будет занято 300 рабочих. Хоть теперь у нас 4 пятых на производство, но так как капитал, вырос общий капитал в 3 раза, а если он возрастет еще больше, до 2000 фунтов стерлингов, пишет Марс, то занято будет уже 400 рабочих, то есть на треть больше, чем при старом способе ведения дела. Следовательно, относительное уменьшение числа занятых рабочих совместимо с абсолютным увеличением. Относительное уменьшение имеется в виду относительное уменьшение переменного капитала. А тем не менее абсолютное число занятых рабочих может возрастать. Вот вот у меня такой вот вопрос, может даже к Виктору Ивановичу. Вот приписывают Розе Люксембург такое вот мнение, скажем так, оно обсуждается в интернете, что от Роза Люксембург считала, что как будут исчерпаны корониальные рынки сбыта и капитализм утвердится по всему миру, то, соответственно, он тут же и зачахнет, потому что во всех этих вот случаях, что вот и Александр Евгеньевич нам сейчас рассказывал, у капитализма постоянно все шло расширение вот в 19 веке, за счет освоения все новых и новых рынков сбыта в корониях. А вот если было бы все локализовано в одной Англии, эти рынки сбыта, то тогда бы он и зачах, и кончился бы. Вот я чувствую, что это не так, но вот как-то вот… Ну, как это количественный есть рост, а есть качественный рост. То есть, количественный – это выход за пределы своей страны. А внутри страны тоже идет развитие. То есть, внутренний рынок, он бы рос за счет увеличения, в том числе и стоимости рабочей силы, да? За счет увеличения, во-первых, увеличения объемов производства, за счет расширения сфер применения этих отраслей. Появляются новые производства, новые отрасли, которые требуют применения. А спрос? А спрос оттуда? Автоматически получается. Привлекаются рабочие, которым выплачивается заработка. То есть, за счет… Ну, это тут нужен тогда рост стоимости рабочей силы. Не обязательно. Даже при той же стоимости рабочей силы… Во-первых, здесь два фактора. Во-первых, идет абсолют… Вот, давайте мы вернемся, надо выводы подвести. А, давайте. Потому что правильно ведь. Угу. Как называется параграф? Отталкивание притяжения. Отталкивание притяжения, да? То есть, с одной стороны, рост производительности труда, тут прекрасно все это рассказали, расписали, он идет к тому, и, так сказать, является выразительным объективной тенденцией отталкивания рабочих из производства. Из производства. Ну, понятно. И в третьем томе мы будем рассматривать так называемое органическое строение капитала, да? Сейчас Марс вкратце о нем, так сказать, останавливается. Ц и В. Отношение Ц и КВ. Да. Так вот, развитие капитализма, оно характеризуется ростом органического строения капитала. То есть, ростом постоянной части капитала, более быстрым ростом постоянной части капитала Ц и по отношению к ВЭПе. Угу. То есть, или иначе говоря, вот рост производительности труда, вот выталкивает этих рабочих. Но с другой стороны, в рамках же этого процесса идет притяжение. Ну, например, вот вы привели пример, что на конвейерах Форда выпускалось там за день, ну скажем, 10-20 машин, да? А сейчас уже тысячи. То есть, идет абсолютное увеличение производства, так? Соответственно, требуется больше рабочих. Не только на этом производстве, может быть, но и в тех сферах производства, тех отраслях, которые поставляют. То есть, приводили примеры, металл, там, так сказать, какие-то… Сырье, да. Сырье и так далее и тому подобное. То есть, появляется новый производство, вообще новый, который вот этих рабочих, которые выталкивали, так сказать, из этой сферы, обратно затягивают или, так сказать, привлекают, так сказать, другие сферы и отрасли производства. Производство тех же машин, да. То есть, это такой увеличевой процесс, да. И вот Марс, вот в этой главе, если еще, так сказать, внимательно посмотреть, есть несколько пунктов, упоминает. Большое влияние оказывают еще две вещи. Первое – это цикличность производства, о чем вы сказали, что во время цикла, то есть, капиталистическое производство развивается циклически. Проходят четыре фазы. Это подъем, затем кризис или спад производства, затем депрессия и оживление. Во время подъема расширяется производство, причем очень быстрыми темпами. Значит, автоматически привлекается и средство производства новой, и рабочая сила. Во время кризиса происходит обратный процесс. Заводы закрываются, рабочих выкидывают на улицу. И второе – есть технические циклы, связанные, вот так сказать, ну, в основе, в конечном итоге, это идет процесс, постоянный процесс научно-технического прогресса, который идет вот как человечество. Но они совпадают в каком-то смысле и с этими циклами, потому что снова производство начинает возрождаться уже на новой технической основе, как я понимаю, а не на старой. Ну да. Где-то совпадает, где-то нет. Просто основой цикла является обновление капитала. Да. То есть, вот такой противоречий процесс притяжения, то есть, отталкивание и притяжение рабочих. И вот, можно сказать, таким образом рабочие непрерывные… То есть, нельзя, так сказать, сводить все дело к тому, что внутри, скажем, страны капиталистической, вот процесс развития, этот противоречивый, закончился. И только можно искать сферы применения, так сказать, других странах, сейчас лабораторных. Ну вот, в конечном итоге, у нас же сегодня нет уже феодальных стран каких-то и прочее. Все страны капиталистические, все уже производства вывезены. В форме правления-то есть. Не об этом есть. Но рынок-то самый богатенький. Не, ну крепостных-то нет. Ну и что, ну и в гарантии королевства. Фоновое явление в общем мировом производстве. Закончим. Естественно, растет стоимость рабочей силы. Это тоже эффективный процесс, связанный с развитием научно-технического прогресса. Ну и связана еще и с борьбой рабочей силы, она как практика. Да, да. Ну вот здесь стоимость, как раз у Марса, как раз весь пафос его в том, что с научно-техническим прогрессом стоимость рабочей силы падана. Есть, так сказать. Это одна тенденция, и другая там отражена. Есть, есть. Она и другая. Вот, ну и тут он пишет, таким образом рабочие непрерывно притягиваются и отталкиваются, перебрасывают из стороны в сторону. Это сопровождается постоянными изменениями пола, возраста, искусства вербуемых рабочих. Да, там страшные вещи описываются про женщин. Да, тут, так сказать, впечатляет, и что-то такое перекликается и с нынешними временами. Так. Ну, все закончили седьмой. К восьмому надо переходить. К восьмому. Уничтожение кооперации, основанной ногами Слея, раздлини труда. Докатчиков у нас нету, да? Есть. А, вы? Да, все прекрасно. Ну, самый длинный параграф в этой главе, по крайней мере. Да, он был, да. Вот, да. Стоит из… Мартс постарался. Сти параграф, последний «Е», кажется, да? Вот. Свои, очень, самые длинные из подпараграфов. После этого идет уже девятый параграф в тринадцатой главе. Вот. Он называется восьмой параграф. Ревенционизированный крупной промышленностью, мануфактура, ремесла и работы на дому. Вот. А, это уничтожение кооперации, основанной на ремесле, разделении труда. В идущих параграфах было показано, как машины ликвидируют как кооперацию, основанную на ремесле, так и мануфактуру, основанную на разделении труда. Пример первого уничтожения у Марса – жабка. Ну, тут. Машина, заменяющая труд десятков жнецов. Ну, по-современному – это комбайн. Второго – автомат, за минуту изготавливающий 220 швейных игл. Управляющая такой машиной женщина выпускает за 11-часовой рабочий день 145 200 иголок на каждой из четырех своих машин. То есть, округленно 600 тысяч иголок в одну свою смену. За рабочую неделю таким образом один человек выпускает порядка трех миллионов иголок. Машины с производительностью в 10 тысяч раз более чем у средневекового ремесленника легко замещают и смещают с исторической сцены как кооперацию, так и мануфактуру. В результате чего, однако, такая машина может дать толчок организации нового ремесленного производства. В наше время, я так прикидываю, может изготовление каких-то деталек на 3D принтерах или с помощью оснащенных современной электроникой швейных машин, которые там десятки видов продаются во многих магазинах по всему городу. Можно саму выпускать более сложную выкроенную и богато украшенную одежду. Оверлоки, применяемые надомниками, пополняют рынок кожных изделий, особенно в провинции, по более низкой цене, чем мотополизированной крупной торговли. Вот пример, Саша, который с Коми приезжал, у него приятель обеспечивает дешевыми кошельками, сумками, надомным трудом такого кожевника. Это их городок. В сельском хозяйстве использование мотоблоков позволяет держаться на плаву какое-то время мелким товаропроизводителем и в условиях методичного после пора разоряемого агрокомплекса Российской Федерации. Возвращаясь к всплеску ремесленного и манифактурного производства по расстановлению крупной машинной индустрии в Великобритании и США во времена Марса можно обнаружить систему аренды пара для обеспечения энергией ткацких станков в мелких цехах Бермингама и Ковентри. Ну, там переводчик употребляет слово коттедж, но у нас коттедж как-то воспринимается как жилье. Так это и есть жилье, они там же и живут. Они там же и живут. Ну, коттедж это более богатое жилье. Не знаю. На самом деле это уже у нас вачуги, скажем. Ну, нет, почему это вполне добротные дома были, как я понимаю, но не богатные. Ну, из дальнейшего не видно, что это вачуги. Это просто каплинии и так далее. Очевидно, в быстророжжающей сети такого мелкого бизнеса в США. Ну, то есть в США-то больше простора для распространения мелкого бизнеса в то время. Ну, сейчас отчасти тоже, кстати, как рефлексия на монопольно высокие цены. За энергией для одного станка владелец паровой машины, подавший пар 8 мини-цехов, в каждом из которых стояло 2-6 ткацких машин, взимало же недельно по 2,5 шиллинга, то есть 30 пенсов или 1,8 фунта стерлингов. Ну, это перевожу на другие денежные единицы в Британии, поскольку эта система денежная весьма сложная, архаичная. То есть 12 пенсов образует шиллинг, пенни. Где пенсов? А? И так, и так. Ну, вот. А, 20 шиллингов образует фунт стерлинга, 21 шиллинг, к сожалению, с детства. Сами ткацкие станки покупались или арендовались рабочими. Так что для пропагандистов, так называемых народных предприятий, это описано в капитале производства, могло бы стать точкой старта истории такого пути снятия капитализма. Ну, увы, более чем 12-летняя борьба такой сети мелкого бизнеса с капиталистическими акулами в середине прошлого, то есть позапрошлого века Британии разрешилась с полным разорением трех сотен таких очагов народного предпринимательства. Ну, может, это народное предпринимательство поставить в кавычки. Ладно, вполне целесообразно. Марс указывает на неизбежность развития из новообразуемых техническим прогрессом ниш для ремесельного а затем монофактурного производства, поле деятельности крупной фабричной индустрии. Техническое изобретательство все быстрее заменяет ремесельные инструменты и несовершенные станки на автоматы. Ну, а в двадцатом-двадцать первых веках на роботы, выполняющиеся более широкий спектр операций, поступающие на конвеев сырьем или полуфабрикатом. Так, в 1820 году, пишет Маус, ремесленник в Англии, 144 стальных пищевых пера производил за 7 фунтов и 4 шиллинга. Шиллинг за перо иначе говорим. В 1830 году рабочие монофактуры сбили стоимость пера до двух-третьей пенни, то есть 8 шиллингов за дюжину-дюжину, за гроз. В 1861 году внедренный в перевой промышленность в середине XIX века автомат, выполняющий шесть разных процессов, довел оптовую цену до двух-третьей пенни за гроз. Так, следующий подпараграф. Обратное влияние фабрики на мануфактуры и работы на дому. Решающее значение для расширения и развития фабричного производства приобретает систематическое внедрение достижений естественных наук. Ну, в Марсе указано там только химия, механика, ну, на самом деле потом пошла оптика, электромагнетизм, ну, долго перечислять. Ну, кое-какие достижения и гуманитарных наук, там, психологии, эргономики, вот, комбинаторики, ну, для организации более качественного расписания работы связанных между собой систем машин, там, и людей. Вот, что, ну, во всяком случае, применение все больше научного потенциала разлагает открытие стававшейся строй мануфактуры с жестким разделением труда и ведет к непрекращающейся переменам в технике, технологиях и организациях труда. Ведение техники, с которой не особо искусному рабочему все проще обращаться, приводит к целесообразности для капиталистов. Заменять на свои фабрики труд взрослых мужчин на труд, пусть даже немного более крупного корпуса женщин и детей, вот, но за счет того, что их труд гораздо дешевле, особенно детский труд, капиталисты на этом выиграют весьма кругленькие суммы. Особенно это относится при использовании так называемой домашней промышленности Британии времен Карла Марса, которая становится внешним отделением фабрики, мануфактурой или торгового заведения. К примеру, по отчету о детском труде 1864 года в Северной Ирландине, в хорошо известном по борьбе за права ирландского населения, это уже в наше время в Лондон-Дерри, 90% 99 тысяч рабочих тружеников фабрики Сорочек, господ Тильи, жил и работал в окрестных деревнях. Условия труда на мануфактуре обычно хуже, чем на фабрике, оснащенные, в отличие от большинства мануфактур, как двигателями, при Марсе работали на паре, так и лучшими средствами защиты от вредных испарений химикалий, высоких температур, сквозняков и т.д. Надомная работа, уменьшая способность рабочих сопротивления к капиталу, позволяет к тому же внедряться в паралитической цепочке хищных посредственников между боссом и рабочим. Бедность рабочего не позволяет ему обустроить на своем домашнем месте ни должного освещения, ни вентиляции, ни надежного багрема в холодные зимы. Это еще более ускоряет истощение рабочей силы и ослабляет возможности полномерного восстановления. Распыленность рабочего класса по домашним рабочим местам в последнем убежище тех, кого машинная и крупная промышленность и агропроизводство выбросили на улицу, необходимо максимизировать и конкуренцию между рабочими. Третий подпараграф. Современная мануфактура. В параграфе дается краткий обзор условий жизни и труда многих в итоге сотен тысяч рабочих Англии в начале последней третий XIX века. Первый на металлообработке и литейных заводах, на лакировочных и гальмонопластичных пуговичных производствах во всю. Многих десятков тысяч труд женщин и детей используется. Это только если ограничиться Бирмингамом или его округом. К примеру, обработка металла, в том числе шлифовкой напильников. Здесь занято 30 тысяч детей и 10 тысяч женщин. Интенсивность труда взрослых и детей в газетных и книжных типографиях Лондона присвоила этим заведение почетное прозвище Бойни. Смотри, Children's Employment Commission. Пятый доклад 1760 года. Ну, здесь указаны страницы там. Три страницы. Почти беззаветно истощают свои силы женщины и дети. Ну, почти как беззаветно в кавычках. Занищенскую плату. В переплетных, канатных производствах нормальным считается долгий ночной труд детей и женщин на соляных заводах, свечных и химических мануфактурах, шелкоткасских заведениях, где дети принуждены даже вращать ткацкие станки. Это выходит дешевле применения парового двигателя. Надежным средством поскорее старой доброй Англии перекочевать в мир иной была работа тряпичниками. Преимущество молодых девушек и женщин. Переработка гор тряпья, привозимого из Южной Америки от островов Атлантики, Германии, Бельгии, Голландии, Египта и Турции, России, Италии, Японии и так далее, производимые десятками тысяч работниц. Ну, то есть сортировка и предварительная переработка. Была одной из самых отвратительных, грязных, мизерно оплачиваемых работ, червятых с заражением оспой, тифом и другими инфекциями. Ну вот, для сравнения, интересно узнать, как организовано вот уже много десятков лет переработка миллионов тонн мусора, доставляемых из США, из Европы, в Китайской Народной Республике. Это пустыми танкерами, ну и таким пустыми-то хрусово-грозами. Вся случай это как-то способствует уменьшению быстро растущих гигантских мусорных островов в Тихом океане, диаметр который там сотни, а то и тысячи километров. Ну, это так уже, в сравнении с нашими днями. Вот. Утиль это, это тряпичный утиль шел на производство удобрений в Англии, набивку матрасов, служил сырьем для выработки бумаги и картона. Масса детского труда применялась для обогащения владельцев рудников угольных шахт, черепичных и кирпичных заводов. В двух последних производственных секторах был в середине 19 века принят 15-часовой рабочий день с 5 утра до 8 вечера. В хорошую погоду работа начиналась с 4 утра, заканчивалась с 9 вечера. Возрастная планка на всех этих каторжных производствах доброй Англии 150 лет назад была снижена до 4 лет, до среднего детсадовского возраста. Причем труд этих младенцев часто длился больше, чем у взрослых. Из ранее цитированного доклада об эксплуатации детей на страницах 16-17 римского и 133 арабскими цифрами. Историку роста мощи британской экономики дают ужасные картины трудов египетских и духовно-морального скудения десятков тысяч производителей полуфабриката для строительства прежде всего особняков британских феодалов и буржуазии. Кирпичный завод в Мосле установил норму фактически, но так следует из текста. Производство тысячи кирпичей в день. Например, 23-летняя девушка без какой-то автоматики выделывает 2000 кирпичей в день из глины. Вытаскиваем из ямы 9-метровой глубины сотни шагов от рабочего места кирпичницы двумя малолетними девочками. Ночуют работники и работники в двух, максимум в трех комнатах лачугах с полонастельным прямо на землю со скверной вентиляцией. Долгий и тяжелейший труд не оставляет артелей кирпичников силой времени ни на уход за, ну, по крайней мере, будни. За жильем, ни за своей одеждой. Единственным местом развлечений и отдыха в кавычках этих кирпичников были кабаки и пивные, куда за взрослыми, одев платье получше, шествуют девочки-подростки. Доктор Саймон, старший медицинский чиновник Тайного Совета Британии, являющий редактором Public Health Reports, и тоже свое обследование состояния условий труда английского проектериата в 1964 году, на 31 странице, в 6-м докладе этого года. Жизнь десятков тысяч рабочих и работниц в настоящее время без нужды калечится и сокращается до бесконечными физическими страданиями, которые порождаются тем простым фактом, что они работают. и работают на капиталистов. Заканчивается параграф таблицы с заниженными коэффициентами, там объясняется в примечаниях подстрочных, за счет чего это занижается, смертности среди земледельцев Англии, ЮЭЛС, печатников и портных Лондона в трех возрастных группах 25-35, лет 35-45, 45-55. Из этих трех профессиональных категорий в лидерах печатники их смертность составляет больше 44% от указанных этих трех групп. То есть 5% печатников умирают в возрасте до 55 лет. На втором месте портные, соответственно, их относительно вес в этой группе профессии 38 с лишним процентов, до 55 лет не доживают 4,3%. Выше всего жизнестойкость у аграриев 17,4%, то есть в мир иной уходит до 55 лет из них всего лишь 22%. Следующий параграф 4. Современная работа на дому. После ссылки на 8 страницах в третьем докладе об эксплуатации детей, где рассказано о чудовищности условий ковки гвоздей, Марс повествует о кружевном производстве Англии, где занята целая армия 150 тысяч пар рук. Какой-то минимум условий труда по фабричному акту 1861 года обеспечен для этих кружевников лишь на 10 тысяч рабочих мест. На остальных 140 тысяч рабочих мест превалирует труд женщин и девочек. Нотингинг можно предположить не самый грязный, не самый скверный по климату город Англии, однако доктор Труман из общей клиники для бедных в докладе номер 2 детской эксплуатации отмечает методичный рост процента чихотичности среди кружевниц. С 1852 года это одна больная из 45, 2,2 процента до одной из 8 спустя 10 лет. Это уже 12,5 процента. При работе вне фабрик и мануфактур кружевницы могут быть заняты а финишная отделка кружев сплетенных машинным способом и б просто ручном их плетении. Первая в этой работе лейс финишинг может вестись как в доме работницы, так и в домах хозяек, мастериц, мистерс хаузы. Последние выделяют часть своей скромной квартиры для 10, 20, максимум 40 работниц, минимальный возраст которых 5-6 лет. Рабочий день короток, всего 10 часов с 8 утра, 10 с половиной часов, с 8 утра до 8 вечера, с полутора часовым обеденным отдыхом. Впрочем, при срочных заказах младые умелицы обходятся без обеда. При экономическом подъеме рабочий день приходится растягивать на 2-6 часов, максимум с 6 утра до полуночи. А скучность в рабочем повещении приведены такие цифры. В пруживнических конурах на человека приходится 67-100 кубических футов. То есть в пересчете на кубических метров 1,8-2,7 кубических метров. В казармах на адресского солдата полагалось 500-600 кубометров, футов кубических. То есть в 6-7,5 раз больше воздуха на человека, чем на круженицу приходилось. В лазаретах 1200. То есть в 12-18 раз больше. Ну, скучность воздуха, атмосферы, потом плохо отапливаем, ведет значит к распространению всяких там гриппов. Ост, туберкулез это понятно. И вообще преждевременно изнашивание организма само собой. Ну, капиталисту это без разницы. На место там каких-то погибших до срока высших сотен найдется тысяча других. Для ускорения работы сильно вставших маленьких пальчиков, мистерс, ну, то есть хозяйка вот этой как бы мастерской, применяла длинную палку. Это в кавычках так, в тексте Марса написано. Недоделанное задание. Ребенок, уходящий домой в 9-10 вечера с нелегким узлом заготовок и ниток на плечах, было обязан уже ну, к следующему, там через день, наверное, может быть, пусть с помощью матери уже доработать для вот своего непосредственного хозяина, хозяйки. Ну, мать, очевидно, была или другой работой занята, или была безработанная, так как ее рабочую силу надо было дороже оценивать, чем рабочую силу ее ребенка. Это невыгодно было нанимать ее сплошь и рядом взрослого человека по сравнению с ребенком. Зимой окружевенная промышленность вовлекались и батраки, ну, перечисляется там 7 графств в Марсу. Ну, это надо карту МИЦ или там рассчитывать на того, кто знает географию зачленения британской территории. Так что владельцы окружевных мануфактур удается задействовать свыше трех тысяч надомных рабочих. Для того, чтобы отбояриться от настырных фабричных инспекторов, этот надомный труд оформляется содержательницей этих сельских мастерских, как на ней скулс, ну, как школа кружев, кружки по производству как бы для себя украшений. Камины в лачугах для этих кружков заколачиваются, нет риска отравы угарным газом и меньше пыли там и копоти, могущие попортить товар. Конечно, скучность маленьких наемных рабов в этих школах в несколько раз меньше, чем на этих невольничьих кораблях, которые доставляли столетиями рабов из Африки, прежде всего в Бразилию и в южные штаты североамериканских Соединенных Штатов, где производили каждый год для трюмов сотен или тысяч кораблей, хлопок, который потом переработался в большей мере вот в Европе и прежде всего в Англии. Вот. И служил, то есть, необходимым сырьем для наемного рабства в Британии 19-го века. Ну, вот я здесь еще не успел законспектировать последний параграф, но уже мало времени. То есть, под параграфом существует там страница. Понятно, да. Мы же читали все. Степан Иванович, давайте все-таки, так сказать, это то, что вы зачитали конспект, это хорошо. Давайте все-таки по основным пунктам. Вот Маркс пишет об уничтожении кооперации, основанной на ремесле и разделении труда. То есть, вот сейчас по прошествии, ну, скоро уже будет 200 лет по тем временам, что писал Маркс. Можно ли говорить, что мануфактура и ремесло упразднены? Конечно, можно, как общая главная тенденция. Ну, что значит, общая главная тенденция? Они остались на периферии, это вторая тенденция. Ну, остались на периферии, но не уничтожены. В прихождении. Нет, не так. И не в прохождении даже, а остались на периферии, это понятно. Но, скажем, это не так и мало. Скажем, автосервис есть. Можно говорить, что это мануфактура? Я думаю, что нет. А почему нет? Это что, фабричное производство? Нет, ну, всякие ремонтные мастерские, там обувь, одежда. Да, то есть, это и в тех же штатах. Нет, там очень такие продвинутые станки даже. А какие станки в автосервисе? Ну, там… А какие? Сплошная электроника. Это стендеры на волосхождение. Это же не ручной труд. Ну, что? Там применяется ручной труд. Грузики, применяется. Применяется, но это на периферии, так сказать, не главное, не основное. Даже в таких мастерских. Так и вот, скажем, оно и к 50-му году, 1800, ко времени написания капитала, это было уже не основное. Конечно. И это идет? Это не основное. Так это идет, но это к концу края, это при капитализме, этому не видно. Монфактура. Это так же, как вот Марк… Иван Иванович, она не является определяющим. И здесь не являлась уже определяющим. Вот именно до Марса был переход, когда промышленная производство, фабрика уничтожала, развитую вот эту систему, которая господствовала, система мануфактурная. Да, да, да. Вот шел процесс. А сейчас у нас осталось на периферии, конечно, где-то она существует, но это не является главным. Да, наверное, где-то навсюду существует. Всякие частники, сантехники. Ручная лепка пельменей. В совокупном мировом средстве производства «Автосервис занимает…» Вот, которую Марксу название, как называется? Название «Уничтожение кооперации» Вот, это главная генеральная тенденция развития капитализма. При этом, естественно, какие-то на периферии что-то остаются, остатки, кусочки, следы, иродимые пятна. Возможно, даже специально… Подождите, а на фабрике разве это не кооперация? Это кооперация, основанная на машине, может быть, в производстве. Ну, это другая кооперация. А тут не написано «А, основанная на гемесле и разделение труда». Да. Так сказать, такая кооперация, да, уничтожается. Капиталисты, наоборот, пытаются увести внимание, что вот, придумывая средний класс, малый бизнес… Вот, вот это вот… Вот, вот это вот… То есть, это вот живучесть вот этих низших форм, она, я думаю, искусственна во многом. Она искусственна во многом, да. Потому что это вот основа… Для насаждения мелкобуржуазного мышления. Да, да, да. То есть, сохранение меркой буржуазии, оно во многом искусно. И вот еще, Виктор Иванович, такой вот вопрос. Вот тут в тексте Капитала написано «Когда же, в 1871 году, парламент освободил их от этого порномочия? А когда был «Капитал»-то написан? Первый том «Капитала», первое издание вышло в 1867 году. То есть, это было уже несколько изданий на других языках. Конечно, было несколько изданий. Ну, вот издание русское, оно было, если мне не изменяет память, в 1972 году. Ну, значит, можно и у вас. Ну, у меня-то русское, конечно. Ну, это понятно. Ну, а что? Оно отправилось вот так? Такие вставки вставлялись? С кем? Ну, возможно. Это про что? Про какую вставку? Значит, при жизни Марксом французское издание редактировал сам Маркс. Да. Да. А немецкое, подождите, на немецкий… Я не могу сказать. Вот там было как… Немецкое издание вначале было переведено с английского, а потом его уже, так сказать, на немецком Маркс или Энгис после него. Вот это я точно не помню. Так. И потом вот еще… Вот тут существенный параграф о фабричное законодательство. Постановление об охране здоровья и воспитании и всеобщее распространение его в Англии. Вот как вы думаете, от кого пошло вот это фабричное законодательство, кто был инициатором его внедрения и какие цели оно преследовало? Вот давайте вот этот вопрос. Проявление диктатуры буржуазии. А в каких целях? Для того, чтобы свой рабочий класс от живых остался. Сохранить хотя бы. Чтобы не умирали. То есть, есть интересы отдельных капиталистов. Этих отдельных капиталистов их совершенно не интересует, куда пойдут девочки, искалеченные ими там в 15-ти годам уже фабричным трудом. И куда, так сказать, все это, как будет вымирать рабочий класс. А вот совокупного капиталиста, капиталистическое государство, это вообще, говорю, вопрос этот интересует. Потому что оно заинтересовано… Преследуют интересы крас-совцером. Не отдельных капиталистов, а крас-совцером. А вот здесь, ну, Маркс я не нашел. А какой вот первый акт? Не помнит никто, вот так сказать, вот в фабричном трудовом законодательства? И когда он был? Тут он пишет про 1864-й, но я так понял, это не первый. До этого… Ну, не здесь, а я вот читал в другом месте… В конце 18-го… Нет, в 1809-м году. В 18-м году. В 18-м году. И он касался ограничений детского труда. То есть, нация старого рождаться, потому что дети с малолетства работали. Вот это вот существенно. И, в общем-то, вот это законодательство, оно совершенно верно. Но, с другой стороны, оно, конечно, подпирается и действиями рабочих. Например, вот мы своими действиями существенно подправили реформу трудового законодательства, которая сначала пронировалась в середине 90-х годов, во второй половине 90-х годов. Потом она была проведена в 2001 году. В 2001 году был принят нынешний трудовой кодекс на замену еще советского экзота. Вот. И он, вообще говоря, не фатально хуже советского экзота. Он, конечно, похуже, но не фатально. И это благодаря вот той борьбе, которую мы развернули. Потому что, значит, первые проекты, они были совершенно жуткие. А уже потом, так сказать, появились другие проекты, более прогрессивные. И они шли и шли. То есть, надо что понять. С одной стороны, вот фабричному законодательству способствует интересы красокапиталистов целом на сохранение своей рабочей силы. А, с другой стороны, и борьба рабочего краса, она тоже сподвигает на новое трудовое законодательство. В России, кстати, когда первые тоже, вот первые разточки были фабрично-заводского законодательства? Кто не помнит? Мне кажется, после морозовской стачки. В 70-х годах 19 века, вот мне так казалось, первый закон. В 70-х. В 70-х, нет? В 70-х. Вот не помню, не могу сказать. Мне кажется, она где-то в 1883-м. Может быть, может быть и так. И он касался тоже вот женского и детского труда, особенно на ткацких всяких предприятиях. А фабрично-заводской устав у нас когда был внедрен? По-моему, в 11-м году был фабрично-заводской устав. Там, в частности, рабочий день ограничивался 11 с половиной часами. Что, тем не менее, не мешало работницам фабрики Северное Сияние, по-моему. Это самая у нас была косметическая фабрика в Петербурге. Она как-то и в советские времена похожая. Похожее название Сохранера. Ну да, Северное Сияние, там Волково деревня где-то. Вот. Там работницы работали 15 за 15, как говорили, по 15 часов в день за 15 рублей в месяц. Вот. Но, тем не менее, вот фабрично-заводской устав 11 с половиной часами ограничивал рабочий день. Так что, вот это, оно было вот так. Так, так что, можно ли считать, что мы прошли эту главу 13-ю машинной крупной промышленности, Викторович? Как вы можете сказать? Нет, там в девятом параграфе. Нет, там еще глава. А, вы девятый еще не закончили? Так я еще последний параграф. Просто у нас время сегодня вышло. Восьмого параграфа. Вы что, еще девятый не начинали, что ли? Девятый мы не начинали. Начинается, нет. Вот этот самый длинный параграф, он из шести частей. Вот шестую часть. Девятый и десятый еще остался. Девятый и десятый, да, про землю. Давайте. Так, Степан Смаревич, вы, так сказать, как-то это самое, ну, не усваиваете так материал, товарищи. Мы это вот в советские годы так вот как-то усваивали, и вы, кстати, ничего из капитала не усваивали. Главное, главное. Да, вот, Гравное, Гравное. Вот прочитайте, что тут Гравное, вот как оно, что вот до людей-то донести, какую мысль Гравное. Потому что здесь, конечно, у Марса очень подробно, он скрупулезный. Это хорошо, что он такой скрупулезный, потому что, ну, как говорится, возродить здесь нечего, ну, так сказать. Я думаю, слушатели, если заинтересуются этим главным, они прочитают эти подробности. Да, и наш кружок, надо понимать, он ни в коей мере не заменяет чтение капитала как такового. Это вот, так сказать, выжимки, если угодно, так сказать, рекрама, привлечение внимания к капиталу, а чтение капитала в полной мере он не заменит. Вот это вот, поэтому, вот так сказать, вот здесь форму, надо подумать, как ее оживить. Ну, вот по диагонали, вот ключевые пункты надо вычленить и их обсудить, и применительно к сегодняшнему дню жирательно. Ну, что, 9-й и 10-й, да, параграфы остаются? И там, конечно, надо начать читать. Нет, следующую главу начнем. Следующую главу. Она короткая, но она важная. Это абсолютно относительная прибавочная стоимость. Ну, это да, то есть... То есть, 9-й и 10-й плюс следующая, да? То есть, вся глава, что ли? Это 1-й пятый. Да, она не небольшая абсолютно относительная. Она и небольшая, да, она очень небольшая. Ну, давайте-то эту главу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok